всем приветики мы начинаем новый влог мы сейчас находимся в торговом центре предыдущем влоге я показывала там мы заходили в айкики строительный магазин большой гипермаркет и ами мебель это мебельный магазин что-то показывала снимала сейчас мы идем наверно продуктовый магазин то есть в общем куда будем заходить то что то я буду снимать и показывать такие вот зашли мы где продавится разные специи такие вот цены за 50 грамм ну например 7 50 за 50 грамм принципе да можно что-нибудь прикупить тут разные чаи такие вот тоже цены за 50 грамм самые разные подходим к этому продуктовому большой продуктовый тут попутно всякие там не знаю лампочки какие-то так зашли мы сюда этот магазин евро опт так 39 виноград но на базаре 295 но он такой такой себе можно что-нибудь принципе выбрать раз мы уже здесь здесь мы видим вот например вот так вот так вот так вот так Ну что, с текилой хорошо лаем, если есть текила и желание её выпить. Грибочки по 8 рублей. Винги это 250 грамм и 2,59. Это мы зашли в отдел, где приправа. Вот такая вот ещё универсальная приправа. Рубль 49, давно не покупали, сделали свою адыгейскую соль. Мы ей пользуемся. Но я не против вернуться к этой самой приправе универсальной, честное слово. Ну вот макароны столько стоит, 3,89 макфа. Лазанья вот здесь есть по 7 рублей, в принципе, нигде нету, если надо. Всякие такие цены. Борилла 4,39. В общем, зашли в макароны. Ну, вот здесь уже дешёвые такие макароны. Ну, рубль 39, но я, конечно, такую не покупаю, потому что, ну, надо нормальные макароны покупать, я так думаю. Тоже лазанья вообще 8 рублей. Пласты такие для лазанья здесь есть. Так, а вот здесь вот есть мука, гречневая, мука ржаная, нигде нету. Вот мы взяли один пакет ржаной муки из печи, хлеб. Рисовая мука, пшёная и кукурузная. Такое всё заветренное, да? По 6 рублей. Голень по 6 рублей здесь. Ну, здесь всё дороже в Европе, чем, например, в тех магазинах, которые мы покупаем. Вот такой вот творог мы покупаем. 4,40 грамм стоит. Сырки разные, раньше покупала, потому что я поняла, что очень хорошо он сидит. Очень полезного. Только вес набирается. Зашла в отдел всяких солёностей. Кальмары всякие такие, ну, в общем, к пиву. Жёлтый полосатик, мне нравится это жёлтый полосатик. 3,89, 40 грамм стоит. Всякие, говорю, такие солёности к пиву. Ну и, собственно, чипсы, конечно же, разные. И пиво где-то здесь должно быть. А, вот оно. Ладно, пиво не буду обозревать. Ну, такое всякое, там, по 2 рубля, по 3 рубля. Так. А вот наши белорусские часы мне нравятся. 3,79. Они самые нормальные, как по мне. Зашли в кофе. То есть кофе-то мы не пьём. Ну, чё-то так захотелось, какого-то нормального. То есть когда-нибудь, там, может, раз в неделю. Потому что, ну, кофе, в принципе, вредный, нафиг. Я это искренне считаю. То есть какую инфловацию прикупить себе в небольшом объёме, чтобы часто не употреблять. Вот это, например, лаваса, наверное, ну, самый нормальный кофе, насколько я знала. Потому что, ну, вот это, наверное, ещё неплохой. Италия написано, потому что дорогой. Вот сколько тут разного всего. Глаза разбегаются. Что ж такое выбрать-то со сливками когда-нибудь. Ну, вот, например, лаваса кофе, да. Оно на акции. 13 рублей 250 грамм. Здесь вот рядом такая лаваса. 18 рублей 250 грамм. Да, я уже показала, просто говоря, не можем определиться. Мама какой-то там смотрит кофе другой какой-то. Вот этот какой-то Тера, производитель Германии. Ну, это Италия. Вот это и вот это Италия. Вот это Италия. Ну, что же ничего там будет. Ну, 250 грамм. Самое такое, да, маленький объём. Подожди. О, кофе, смотрите, килограмм. 77 рублей. Германия. Наверное, хорошее будущее. Ну, меня Тигров привестил. О, та самая пресловутая лаваса. По килограмму 60 рублей и тому. В общем, для любителей кофе тут можно затариться. Все, кто пьёт, как говорится, его много. Зашли мы в отдел, где разные такие вот маски. Что-то какие-то дешёвые. По рублю. Я когда-то покупала. А потом поняла, что это всё ерунда. Китайские такие всякие. Непонятные. Ого, 5 рублей 4,79 такие гарнир. В общем, умываться надо льду по утрам и не заморачиваться. Я так считаю. Наверное. Но это не точно. Не верю я просто в эти маски. Правда, не верю. Решили взять ещё какой-нибудь рыбки такой вкусной, копчёной. Купили там живую рыбу. Ну люди сами вылавливали карпу. Вот теперь там бедный прыгает выбираками. Стейк из красной рыбы. 60 рублей килограмм. Прямо здесь, во льду. В головы. Не знаю, кому нужна эти головы. Может и только суп сварить, может быть. Так, теперь здесь у нас хек. 9 рублей килограмм. Ну, вроде такой неплохой. На булочку пойду. Да, открыли. Надо взять несколько рыбок. Потому что у нас там в центре, честно говоря, рыбу купить негде. Смотрите, какой огромный, большущий тортилло. Вот такие большие. 30 рублей, например, вот стоит вот этот торт. Ну, в принципе, это недорого. Я бы даже сказала, дешево. Мой бокал все дороже покупать. На венику. 10 рублей. О, мой любимый муравейник. 11 рублей. 11 рублей. И Никита его тоже любит. Так, все. Мы дома, показывая, что купили. Никита, конечно же, взял себе эту гадость и доширак. Ну ладно, когда-нибудь можно. Виноград черный купили. Вот такую вот муку ржаную. Купили кофе. Ну, я не знаю. Производство Италии. Наверное, будет хорошим кофе. Вот такое вот взяли. Сливки для кофе взяли. Печенье какое-то пальчиковое взяли. Чипсы белорусские такие. Никита опять же взял себе вот эту гадость киреешки. Ну ладно, когда-нибудь изредка тоже можно. Взяли вот такую моеву соленую к пиву. Получается 16 рублей за килограмм. И 340 грамм 5 рублей. Ненормально. Вкусненькая такая рыжка. Ну, это хек взяли. Две большие рыбины. Какую-то буку себе. Никита взял с собой. Завтра возьмут на учебу. Хлеб. Вот это вот вегетто. Универсальная приправа. Взяли молоко сгущенное с какао. У какао у Рогачевского очень хорошее. Мед взяли. Два рук. И два пива взяли. В общем, за все за это заплатили 65 рублей. Ехали мы назад на такси. Масса впечатлений просто. Во-первых, то есть, ну, вызываю же такси, конечно же, по приложению. То есть, у меня стоит в телефоне геолокация. Вот это вот. То есть, видно, где я стою, грубо говоря, да. Он поехал. Там же магазин огромный. Совсем стоит с другого входа. Мы стоим, ждем, я ему пишу. Типа, алё, дядя, где ты? Мы тут возле центрального входа стоим. Он-то не прочитал. Думает, идти ты. Плюнул и пошли. Он потом перезванивает буквально. Там через какое-то время мы еще не отошли далеко. Типа, ой, где его? Я говорю, мы с центрального входа. А я вас жду здесь там на парковке. Я молчу. Что ты думаешь? С сумками будем бегать тебе метаться? Ну, хорошо, я сейчас подъеду. Ну, окей, допустим, он подъехал. И вот мы ехали. И, во-первых, все окна закрыты. Я понимаю, что сейчас очень. Но я люблю, когда в машине ехать, чтобы все-таки немножко была щелка. Потом повесили вот эту вот вонючку. Она воняет. Короче. Включил музыку. Вот эти низкие. Бэм-бэм. Мы сказали один раз. То есть, ну, уберите вот эти вот низкие. Сделайте низкие частоты. Уберите. Там же можно убрать эти. Вроде бы сделал тише. Опять бам-бам. Я уже не выдержала. У меня сейчас просто, я говорю, вырвет просто. По башке бьет вот эта бэм-бэм колотушки. Уберите низкие. Короче, масса впечатлений от поездки на такси.